Так хочется получать любимые продукты, не выходя из дома. И чтобы все как в ленте. И главное, в нужный момент. А если вам хочется, значит мы уже лентим. Лента онлайн. Лентим вовремя. Друзья, всем большой-большой привет. Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости в мое новое видео. У нас идет масленичная неделя. Ну и конечно же своим домочадцам на завтрак я готовлю их любимые блинчики. Рецептом я уже много раз делилась. Многие зрители пробовали этот рецепт. У них получались блинчики замечательные, тоненькие, вкусные. А конечно же рецепт я оставлю в инфобоксе. Готовится оно очень быстро. Очень все понятно. Вам даже не потребуются весы. Потому что здесь все измеряется стаканами. И жидкое тесто должно у нас получиться. И выпекаю я на сковороде. Каждый блинчик смазываю потом маслом. И получается очень-очень вкусно. Пока пеку блинчики. Расскажу вам про свои сегодняшние планы. У меня сегодня запланирована большая стирка. И я сегодня хочу приготовить много еды на предстоящую неделю. Не знаю, насколько хватит. Но сегодня планирую приготовить борщ. Беточки в духовке. Ну и так по мелочи позаниматься домашними делами. Разложить покупки. Разложить полотенца. Ну знаете, в общем, если вам нужен настрой на продуктивные выходные. Чтобы вы замотивировались как следует на домашние дела. То, пожалуйста, это видео точно будет вам интересно. Ну а пока пеку блинчики. Хочу сказать вам всем огромное-огромное спасибо за поздравления в адрес нашей Анюты. Да, в телеграм-канале я уже делилась тем, как проходил наш день рождения. Немного таких семейных кадров. Да, следующее видео будет именно на эту тему. Я его еще пока не успела смонтировать. Так что всем огромное-огромное спасибо. Анютик у нас сегодня на хозяйстве. Расставляет тарелочки. Приболела наша малышка. Сашенька, ничего, а у Анечки такой кашель начался. Были у педиатра, сказали, у нас бронхит. Да, так что сейчас лечимся. Да, Анют? Да. Девчонки у меня так любят одеваться одинаково. У них такое возрасте, что сейчас они вот любят все одинаковое. В прошлом году покупали в Глори Джитс вот такие комбинезонечки, да? Девчонки очень любят. Да, говорят, будем одинаковые. А что, у вас тут единорожка? Да, единорожка. Да, единорожка. Ой, как мило. Да, единорожка. У меня сегодня намечается большая стирка. У девчонок стоит вот эта корзинка, а вот эта стоит в ванной и здесь. В общем, тут и полотенце, и школьная форма, и форму детей для танцев, и пижамы, и, в общем, нижнее белье. Все, не стирала, наверное, больше недели. И вот такой завал у меня тут накопился. Уже вчера перестирала подушки вот эти вот. Сейчас буду вдевать. И постельное белье. Перестирала полотенце. И сейчас буду стирать все остальное. Друзья, вы у меня частенько спрашиваете, чем я стираю. Я люблю стирать гелем. Не порошком. Мне не нравится, как вымывается порошок, какое после него белье. Он пахнет. Мне кажется, это не очень хорошо. Вот почему-то я привыкла стирать именно гелем для стирки. И в последнее время, уже, наверное, последний год, я покупаю вот такой большой гель для стирки в 5-литровых канистрах. Пробую разные марки. И вот сейчас решила попробовать вот такую марку Forest Clean. Это российский производитель. Взяла гель для стирки белого и цветного белья. Он гиполергенный. У него очень вкусный аромат. Я уже открыла. Также взяла гель для стирки детского белья. Он тоже гиполергенный. И у него такой очень ненавязчивый аромат. Стираю детское постельное белье. Обычно детским гелем. Какие-то трусики, маечки. Ну, то есть вот такую одежду, которая соприкасается с телом. И взяла вот такой кондиционер для стирки белья. Самое мягкое прикосновение. Друзья, вот это вообще он так вкусно пахнет. Я не всегда пользуюсь кондиционером. Но вот сейчас, в зимний период, я начала опять пользоваться, чтобы эффект антистатика был. Чтобы, знаете, мягкость белья была. Не всегда я успеваю погладить белье. Чтобы, знаете, оно было мягкое само по себе. И вот в таком объеме, конечно, намного выгоднее покупать. Я даже, если бы жила в квартире, мне кажется, я бы все равно покупала вот в таком формате. Потому что, ну, большие кондиционеры можно, например, хранить под ванной. Либо, ну, мне кажется, они не очень много места занимают. Вот смотрите там. Да, купил и вам реально надолго хватает. Я, кстати, еще нашему дедушке отливаю. Вот так что, можно сказать, мы на две семьи покупаем, да, вот эти все средства. Так, смотрите, я еще взяла от этого производителя кислородный отбеливатель, пятновыводитель. Ну, когда добавляла в корзину, мне, естественно, в рекомендациях попалось. Решила попробовать кислородный отбеливатель и от этого производителя. Ну, почему бы и нет. Я его уже открыла. Он вот так вот выглядит. Вот видите, там такие как гранулки. Ложечка есть мерная. Удобная. Упаковка. И смотрите, пока там все, я оформляла заказ, смотрю, мне еще в рекомендации выпал от этого же производителя универсальный пятновыводитель. Я люблю такой формат, знаете, когда пятновыводителем на какое-то пятнышко брызгаешь, оставляешь, и он работает. Его можно применять для одежды, для мебели и для ковров. Да, вот иногда прольет что-нибудь на ковер ребенок, там чай или что-то, надо быстренько там запенить. Вот, так что сегодня тоже хочу его протестировать. У меня там есть пару вещей, которые нужно избавиться от пятнышек. Так что, друзья, вот такие вот у меня покупочки. Да, и всегда я переливаю из вот таких больших упаковок в вот такие вот контейнеры. Даже не знаю, как это называть, дозаторы, да. У меня их три штучки, но я хочу еще четвертый подкупить для, именно для детского белья. Вот, у меня сейчас тоже тут они все пустые. Сейчас буду переливать и стирать постельное белье и детское белье. Друзья, вы знаете, радует, что в России научились создавать действительно эффективные и экологичные продукты. Вот эти гели, они действительно очень мне понравились по качеству. Они гипоаллергенные. У них такая достаточно густая формула. Вот вы можете сейчас видеть кондиционер. Да, будет минимальный расход, когда кондиционер не жидкий, а когда он именно густой. Кондиционер я использую в основном для того, чтобы вымыть остатки химии от геля. И, ну, чтобы придать вещам легкий аромат и чтобы был эффект антистатика. Про аромат я уже тоже сказала. Пахнет невероятно. Просто как французские духи. Я люблю, когда кондиционер вкусно пахнет. Ну и гели, видите, тоже очень густые. Расход будет меньше. И тоже гели вкусно пахнут. И они гипоаллергенные. Я когда выбирала на Озон, видел очень много отзывов. Именно от аллергиков. Говорили о том, что они нашли свой гель, который наконец-то у них не вызывает никакой аллергии. Ну и то, что гели продаются в больших пятилитровых канистрах, это тоже огромный плюс. Кстати, вот этим брендом российского производителя Forest Clean пользуются также профессиональные прачечные. И, ну, неудивительно, потому что действительно очень хорошие гели. И продаются они в больших объемах. Кстати, сейчас на Озон и на Валберес супер цена по акции «Волшебная стирка» на гели для стирки и кондиционеры. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну, а я уже загружаю первую часть белья. Как вы видите, когда гели перелиты вот в эти контейнеры, намного проще пользоваться. И всегда при стирке я добавляю кислородный отбеливатель. Когда стираю и белое белье, и цветное, например, на низких температурах он работает как усилитель для геля для стирки. А если, например, вы стираете белое белье, то он его действительно прям отбеливает, особенно если вы стираете на кипячении. А еще кислородный отбеливатель полностью растворяется в воде, не содержит никаких агрессивных и абразивных компонентов. Так, у меня тут две футболочки, вот такие грязные, с пятнами. Краска, чай, даже не знаю, что тут. Сейчас хочу забрызгать пятного водителя, посмотреть, как он работает. Вот этот пятновый водитель выручил меня не только со стиркой вот этих футболок, но и у меня тут Анечка рисовала гуашью. И я что-то не уследила, и вот эта водичка от кисточек у нас пролилась прямо на ковер, на наш светлый гостиной. И вы представляете, я быстро запшикала, буквально сразу же, как только появилось вот это пятно, запшикала пятного водителя, и вы не представляете, вообще ничего не осталось. Так что вот я теперь всегда буду держать у себя в арсенале такую вот палочку-выручалочку в виде такого пятного водителя. Потому что ковер у нас светлый, дети часто там рисуют, то фломастер положат, не закрытый колпачком, то еще что-то. Так что, друзья, действительно, прямо вот на коврах работает супер. Ну, а я уже загрузила сушильную машину, и теперь загружаю следующую партию белья. Видите, футболочки полежали, пятна стали намного-намного светлее. И теперь я ставлю белье стираться. Постирались мои футболочки. Сейчас покажу вам результат. Как вы видите, все пятнышки от краски, здесь от чая, все отстиралось. Футболочка белая, чистая. И вот сушильна тоже, смотрите, какая чистенькая. И очень классный кондиционер. Прям мягенькое белье такое. Вот я из сушилки достала. Практически даже не надо гладить. Да, так что хорошие средства. Могу вам смело рекомендовать их для повседневной стирки. Как вы видите, с пятнышками справляются. И самое главное, они гипоаллергенны. Вот. Продолжаю заниматься домашними делами. Я здесь перестирывала все декоративные наволочки. Погладила их накануне. И сейчас буду вдевать. Я уже рассказывала, что люблю, когда подушечка такая набитая. И вот с одним наполнителем она выглядит не очень красиво. Поэтому я всегда использую два наполнителя на одну подушку. И, знаете, я себя поймала на мысли, что вот эти декоративные наволочки, они вообще даже в целом подушки, да, они дают такой уют. Когда просто стоит диван, как-то он такой голенький, что ли. А вот когда положишь на него подушки, становится так уютно. Вообще текстиль, он, конечно, добавляет интерьеру какого-то такого тепла, уюта. Поэтому у меня в каждой комнате висят гардины. Я люблю класть какие-то коврики, знаете, такие небольшие, но чтобы они были такими акцентными. Ну и, конечно, декоративные подушки. Перемещаюсь в ванную комнату, буду раскладывать банные полотенца. У нас здесь два комплекта. Одни мы используем для бани, они у нас старенькие. И новые я покупала в Магнит Косметик. Давно охотилась чисто за белыми полотенцами. Ну, вы знаете, я люблю белые полотенца. Для меня это какая-то, знаете, такая история, именно связанная с чистотой, как в отелях. Вот это как я люблю постельное белье. Также и люблю полотенца белые. И, кстати, стирать их тоже намного удобнее, чем цветные. И, кстати, были вопросы, точнее, такие возмущения от зрителей. И как же так, у вас в открытом доступе будет туалетная бумага. Не знаю, для меня, когда она вот так вот аккуратно сложена на полочке, туалетная бумага выступает в роли такого декора, что ли, в ванной комнате. Кстати, есть еще один лайфхак. Если на втулку, не на саму бумагу, а именно на втулку капнуть немного эфирного масла, любого лемонграсса, либо лаванды, либо чайного дерева, ну, какое любите, то будет в ванной дополнительный аромат. Кира у нас тоже тут при деле. Решил подкрутить стулья. Что-то они у нас расшатались. Даже на них сидеть опасно. И у нас еще остались вот такие из Икеи, как это, накладки, да, накладки на ножки. Решили тоже их обновить. Ну, мне кажется, не обязательно в Икеи там покупать. Я видела на Озон что-то подобное. Вот. Сейчас еще нужно на стол, да, Кира обновить? Ага. Сейчас везде приклеим. У меня сегодня большие планы на готовку, потому что у меня завтра понедельник, очень тяжелый день на работе. Во вторник мы уезжаем на экскурсию с детишками. У детишек каникулы. Вот. Поэтому мы поедем. Мне нужно приготовить и мужу обед, чтобы он здесь кушал, и нам с собой что-то взять. И в среду у Анечки уже будет день рождения. Там тоже будет недоготовки. Я буду уже готовить какие-то такие основные блюда для детей. Там пиццу или все что-то. Ну, в общем, хочу, чтобы у меня в течение недели была какая-то еда в холодильнике, потому что намечается такая достаточно продуктивная неделя. Вот. У меня сейчас в планах сварить борщ. Я уже вымачиваю мясо. Здесь у меня говядина. И есть немножко говядины с косточками. Люблю варить именно борщ на говяжьем бульоне, и чтобы были косточки. Здесь я подготовила овощи. Капуста, морковка, лук. Что еще? Свекла. Так. Здесь уже отварила яйца. Помыла грибы. У меня после завтрака остались блинчики. И я хочу сделать блинчики с начинкой из жареных шампиньонов с яйцами. Вот. Очень вкусно. Прям на перекусик то, что нужно. Так. Здесь я размораживаю свининка. Это фарш. Буду делать ежики. Девчонки очень любят ежики. И вот, знаете, я специально делаю побольше, чтобы нам на неделю хватило. Для ежиков можно разный корнир использовать. И гречку, и рис. И, в общем, знаете, такие просто котлетки-биточки, да, получаются с подливкой. Вот. Тоже мои хорошо едят. И хочу замариновать курицу. Люблю, когда курица, знаете, дня два так замаринована, а потом она зажарена. Вот. Так что сегодня тоже займусь этим. Буду мариновать в чесноке, в соли и в перце. Вот самое мое любимое сочетание для маринада курицы. И потом запеку просто в рукаве, когда уже мне понадобится. Ну, наверное, во вторник или в среду. Вот. Так что давайте начинать готовить вкусняшки. Решила начать я готовку с курицы. Думаю, сразу замариную, чтобы потом уже не возвращаться к ней. Потом уже буду варить борщ. Как раз я поставила уже вариться говядину. И, знаете, я много экспериментировала с различными приправами для курицы. Но поняла, самую вкусную курицу, ну, по крайней мере, для меня получается, именно когда она замаринована в чесноке, перце и соли. Вот это мой прям самый любимый маринад на сегодняшний день. Одну головку чеснока я раздавливаю. Добавляю чайную ложку черного перца и где-то 2 чайных ложки соли. Получается такая кашица. И вот этой кашице я натираю свою курочку. Можно, например, утку натирать по такому же принципу, да, мариновать. Можно гуся. Ну, я привычнее, у меня обычная еда, просто не праздничная. Поэтому у меня сегодня курочка. И после того, как я замариновала курицу, всю ее натерла, внутри тоже не забудьте натереть, я ее убираю в рукав для запекания, сразу завязываю с двух сторон и все отправляю в холодильник. Вот в таком виде, если она там у вас замаринуется в течение двух дней, во-первых, с ней ничего не случится, и вы не представляете, она будет очень вкусная. Потом просто закидываете ее на час в духовой шкаф при температуре где-то 180 градусов. И потом вынимаете из рукава и еще где-то минут 20 готовите уже без всего, чтобы появилась вот эта румяная корочка. И, друзья, это очень вкусно, она настолько будет ароматная. Обязательно попробуйте приготовить курицу по этому рецепту, если вы еще не готовили так. Ну а я приступаю к чистке овощей. У меня здесь картофель, морковь, лук, свекла, в общем, все то, что нужно для приготовления борща. У меня закончилась мамина вот эта заправка в банках, и честно, конечно, я без нее как без рук. Уже второй раз готовлю именно борща без вот этой баночки волшебной своей. Приходится самой все резать, все тушить. И я сегодня решила приготовить борщ немножко по другому рецепту, так как я готовлю без заправки. Я решила свеклу и морковь нарезать такой длинной соломкой. Я знаю, что это правильное приготовление борща. Где-то в какой-то передаче я смотрела, и вот там повар сказал, что обязательно нужно резать соломкой овощи на борщ. Ну что ж, я решила попробовать. Наперед скажу, что моим домочадцам больше понравилась моя классическая версия борща, когда овощи натерты. Ну, в общем, я так тоже экспериментирую на своей кухне. Ну, почему бы и нет, да? Делаю зажарку. Зажарка у меня сначала из лука и моркови. И потом я буду добавлять уже нарезанную соломкой свеклу. А пока нарезаю картофель и капусту. Вы знаете, мои дети больше всего из всех супов любят чечевичный и борщ. Вот как-то так сложилось, что чечевичный для них это такой сладенький супчик, пюре. А борщ это розовый суп, потому что когда они добавляют в него сметану, он становится розовым. Да? Ну, вот такое мироощущение у детей. И я, кстати, стала пользоваться вашим советом натирать капусту на терке. И, знаете, друзья, моя жизнь больше не будет прежней, потому что я теперь только так делаю. Это очень-очень удобно, чем шинковать капусту ножом и быстренько. Единственное, я всегда переживаю за маникюр. Но я уже делаю зажарку. Обжариваю лук, морковь. И сейчас, когда она у меня немножечко попассируется, я добавлю нарезанную свеклу. И я еще, кстати, решила добавить замороженный перец, у меня был в морозилке, и замороженные томаты. Да, и еще часть зажарки я переместила в другую миску. Я буду использовать, когда буду готовить ежики. Я специально на одну морковку больше порезала, чтобы она попассировалась. И я вот таким образом сэкономила время. Приступаю к приготовлению ежиков. Я уже промыла рис. И теперь буду смешивать его со звеным фаршем. Добавляю одну чайную ложку соли. Ну, по вкусу солите. Я примерно уже знаю, что вот где-то одна-полторы чайной ложки соли, прям самое то. И вот в мисочке все перемешиваю. Не добавляю перец. Мои девчонки не очень любят, когда острым, потому что я готовлю для детей. И вот прям на зажарочку я формирую вот такие тефтельки. Затем делаю такую подливочку. Здесь у меня ложка сметаны, ложка муки, ложка кетчупа. И я добавила немного своей любимой вкусной соли. И вот этой водичкой такой заливаю прям форму поверх тефтелей. Еще сверху решила немножко добавить еще воды, потому что мне показалось маловато. И ставлю запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Тем временем у меня уже и сварилось мясо, и уже практически готова картошка с капустой в супе. Поэтому я достаю мясо, пусть оно остывает. Я его чуть позже разделаю. И всыпаю зажарку. И провариваю еще минут 10, чтобы все вкусы объединились. Спустя минут 10 добавляю вкусную соль. Я уже вам про нее рассказывала тысячу раз. Вот так вот выдавливаю с помощью чеснока до вилки 2 зубчика чеснока. И добавляю лавровый лист. Накрываю крышкой. И больше не открываю. В течение где-то 15 минут нужно, чтобы борщ настоялся. Ну и мне осталось приготовить только блинчики с грибами и яйцами. Я уже все обжарила. Сварила яйца. У меня остались от завтрака 6 блинчиков. И я решила сделать вот такую начинку. Очень сытная начинка получается. Прям белок. И если это кушать прям на завтрак, знаете, хватает прям на 3-4 часа. Я люблю плотно завтракать, потому что у меня не всегда получается обедать в течение рабочего дня. А вот такие блинчики с утра они прям очень выручают. Друзья, давайте покажу вам небольшие мои покупочки. Икея с Яндекс.Маркета. Давно я смотрела вот на эту вставку в ящик. Ну, получается, лоток, да, называется. И я его хотела еще, когда Икея был открыт, но его вечно не было в наличии. Я решила, раз уж я о нем так мечтала, то закажу себе напоследок, пока их совсем не разобрали. Вот. И хочу поменять всю нашу посуду на черную. У меня уже есть 6 комплектов. На Симулэнд закажу еще, чтобы все было в одном стиле. И у меня будут лежать черные комплекты вот в такой деревянной, в таком деревянном лотке. Мне кажется, он смотрится действительно красиво. Так стильно. Вот. И под кухню под нашу подходит. Также заказала вот такой стаканчик для щеток. Потому что наш стаканчик, у нас целая серия вот эта в ванной. И только один стаканчик вот тут вот прям облез. Вот. Поэтому я решила заказать ему замену. Так. Здесь лежит кран. Я вам чуть позже расскажу, для чего я купила второй такой же кран. Наверное, вы догадаетесь, да, что я хочу поменять нашу раковину на двойную. Вот. Так что пока все это есть в наличии, тоже заказала. И, друзья, хотела давно вот такие баночки из Икея. Тоже как-то я, когда ходила по магазину, всегда смотрела на них, но как-то вот мимо. Вот. А сейчас решила купить и организовать такую зону снеков, перекусов, чтобы девочкам было удобно. И они, видите, с крышками. Положу сюда овсяные печеньки, там какие-то кренделечки. Вот. И это все вот так вот красиво будет стоять. Вот. У меня есть поднос деревянный. И мне кажется, будет красиво смотреться и функционально. Да, вот как раз сейчас этим и займусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Я сегодня славно потрудилась на кухне. Смотрите, у меня тут борщ. Блинчики. Получилось 6 штук. Хорошо, на перекусик. Это у меня ежики из духовки. Только прям вытащила. И в холодильнике у меня еще маринуется курица. То есть, в принципе, на следующую неделю я приготовила часть еды. Естественно, буду готовить гарниры, салаты. Вот. И основная еда у нас будет. Друзья, я надеюсь, ваши выходные будут такие же продуктивные, как и мои. Берегите себя, своих близких. Всем здоровья, всем любви, всем добра. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok